Это программа Хабаров спортивный. Мы снова в Платинум арене, где через несколько, нет, не через несколько секунд, а уже начался матч между Хабаровским Амуром и Магнитогорским Металлургом. Да, мы в Платинум арене, но это совсем не означает, что сегодня мы будем рассказывать только про хоккей с шайбой. Про него тоже поговорим. Да, Платинум арена один из лучших спортивных объектов нашего города, но лучший ли? Давайте спросим об этом у болельщиков. Ой, чувствую, будет драка. Как вы считаете, какое из всех спортивных сооружений Хабаровска самое лучшее? Арена Ерофея и Платинум арена. А почему, если не секрет? Ну, хоккей это классно, здорово, и должны его продвигать, я думаю, так. А чем Платинум арена и арена Ерофея лучше, например, стадиона имени Ленина? Ну, стадион это разный вид спорта. Стадион имени Ленина, там бег, тяжелые виды спорта проходят. А мне, я за хоккей как бы, больше предпочитаю. Мне больше Платинум арена нравится. Хорошо, чем? Она более цветная, более красивая, более доделанная. Потому что она больше любит хоккей с шайбой. Да нет, она же не в этом делала. Ты была в Ерофее? Там, ну, там какая-то недоделанная она, мне кажется. Расположение секторов не очень удачное. То есть, как бы, у нас здесь зашла любая дверь, ты оказался на любом секторе. А там нужно зайти именно в определенную дверь, потому что там ты не пройдешь туда, к сектору, который тебе нужен. Как бы, ну, расположение не очень удачное. Ну, однозначно Платинум арена. Очень неожиданный, уточняющий вопрос. А почему? Построен лучше всего. И сравнивать с мячистами, у них, конечно, гораздо больше размером, но это более уютный, продуманный и так далее и тому подобное. Ну, а остальные вообще сравнения идут. Смотрите, вы говорите Платинум арена, Ерофей арена. Это как вариант. Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. А почему всего два варианта? Например, есть еще стадион имени Ленина, например, стадион юности и так далее. Согласен, стадион имени Ленина тоже хороший. И на футбол тоже хожу. Ну, все-таки Платинум арена ближе как-то. Своя рубашка ближе к тебе. Хотя я хожу и на хоккей с плечом, и на футбол, и на хоккей с шайбой, но как-то Платинум арена все-таки как-то уютнее. Она как-то уютнее все равно смотрится. Арена Ерофей. Платинум арена. Почему? Почему вы считаете, что лучшее это Ерофей? Ну, потому что, во-первых, в России очень мало арен для хоккея с мячом. Две. Вот, тем более. Нет, три. Москва, Ульяновск и Хабаровск. Вот. Во-вторых, она новая, новее чем Платинум арена. В-третьих, она... парковка у нее большая. Вот. Давайте твои аргументы мне. Давайте, ответочка. Ну, смотрите, в Платинум арене хотя бы сидение мягкое, потому что в Ерофее они жесткие, на них сидеть неудобно. Аргумент? Аргумент. А, ладно, я за Платинум арену, там еще телевизора нету вот этого, который сверху. И вообще? Мне хоккей с мячом не очень нравится, потому что там... Хоккей с мячом мне тоже не нравится, я за хоккей с шайбой. Там такое большое поле и такой маленький мячик, вообще ничего не видно. Там вообще непонятно правило понабежь. Да. Молеев только замок. А чем вам не нравится, например, стадион юности? Это где вообще? Это в Хабаровске, вы не поверите. Я знаю стадион энергии. Я не знаю. Вы за хоккей. С шайбой или с мячом? С шайбой. Да, Платинум арена действительно хороша, но я напоминаю, это не единственный спортивный объект нашего города. Кстати, очень даже может быть, что скоро в Хабаровске спортивных объектов станет еще больше. Об этом далее в нашей программе. На сегодняшний день в Хабаровске для занятий физической культурой и спортом работают 6 стадионов, 192 спортивных зала, 28 плавательных бассейнов, 3 дворца спорта, 2 легкоатлетических манежа, 5 крутых площадок с искусственным льдом. Каждый вновь построенный спортивный объект моментально попадает в план работы городского спорткомитета и пустовать не будет. Бассейн, который на них отсутки сдается, мы измутим нашу муниципальную программу. Растить спортсменов международного класса намерены и на муниципальном стадионе «Юность». Особое внимание метателям диска. Для них установили новую конструкцию. С ее помощью можно посылать подальше снаряд без риска для окружающих. Цена сектора более полутора миллиона рублей. Сейчас более качественно, более, скажем так, продуктивно здесь может вестись работа. И, что самое главное, на этом секторе мы будем проводить соревнования более высокого уровня. На содержание муниципальных спортивных сооружений ежегодно выделяется порядка 130 миллионов рублей. В этом году на проведение капитальных и текущих ремонтов уже имеющихся стадионов и спортивных площадок выделено 35 миллионов. В городе также реализуется целый ряд новых инвестиционных проектов. Так, к 2020 году в районе Волочаевского городка будет построен дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки спортсменов сборных команд для участия в летней Олимпиаде в Токио. В микрорайоне «Ореховая сопка» запланировано построить целый физкультурно-оздоровительный комплекс. А в Краснофлотском районе, в парке «Северный», появится ледовая арена «Вулкан». Возвращаемся в Платину-Марену. Здесь через несколько секунд начнется решающий овертайм матча между Хабаровским Амуром и Магнитогорским Металлургом. Но для начала давайте вспомним, как все начиналось и как команды подошли к этому овертайму. Для начала «Гимн России». Живым исполнением гимна мало кого можно удивить. Такая практика есть во многих городах, но гимн на электрогитаре в нашей стране исполняется только в Хабаровске. Практика распространена именно играть гимн на льду, на электрогитаре, больше именно в НХЛ. И, насколько знаю, Амур – это единственная команда в КХЛ, которая решила это сделать и пригласили меня для этого. Начало матча с «Магниткой», в котором хабаровчане решили сыграть от обороны, стало обескураживающим для всех присутствовавших в Платинном арене. К середине второго периода Амур проигрывал 0-2. Опытнейшего Александра Фролова это не устроило. И в первый, но не в последний раз у «Тигров» появилась надежда на успех. После того, как тут же Владислав Ушенин сравнял счет, развить успех у хозяев площадки не получилось. Более того, металлурги Сергей Терещенко и Владислав Калетник вновь вернули гостям комфортное преимущество в две шайбы. В третьем периоде хабаровчан могло удержать только чудо, но в этот вечер оно было не в форме металлурга. Как результат, Томаш Загорна и Вячеслав Ушенин сравнивают счет и переводят хоккейный триллер в овертайм, который продлился всего 21 секунду. Победный гол на счету самого хладнокровного защитника Яна Колоржа. Я без нервов играю. Мне кажется, все так играют, потому что не сколько лет играем, а у нас каждая вторая игра такая. И если бы нервничали, тогда бы ничего не получалось. Надо с холодной головой играть и выигрывать. Победа в дополнительное время со счетом 5-4 завершила вторую домашнюю серию хабаровчан. Впереди у Амура матчи в Омске, Остане, Ханты-Мансийске и Новосибирске. Дома болельщик увидят тигров 29 октября. В этот вечер Амур сыграет с Нижнекамским нефтехимиком. Это была программа «Хабаров спортивный». Чего сегодня только не было. Надеюсь, что вам понравилось. Запомните этот выпуск, дальше будет еще лучше. Но не забывайте о главном. Болейте за наших. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!